доброе доброе утро мои дорогие друзья у нас сегодня передышка знал бы я что так холодно какой-нибудь джекетонка бы сама прохватила очень очень прохладный хочу сказать очень изумительный изумительный прохладный чудесный ветерок даже пожалуй ветер очень хорошо дышится легко думаешь как хорошо когда прохладно у нас сегодня интересные планы на проведение дня по плану мы должны пойти небольшой компании зоопарк зоопарк вот мы слышали что зоопарк скоро переезжает поэтому решили навестить зверей старом зоопарке и вот мы приехали зоопарк зоологический парк сейчас купим билеты билет для взрослых стоит один монат а для детей сколько по копеек я ошиблась билет стоит 2 моната итак мы в зоопарке мы в зоопарке вот первый вольер где живут маленькие хорошенькие козочки а с ними и кролик сейчас мы их угостим это зоопарк зоорова изменился с тех пор как я была здесь в последний раз посмотрите какой ухоженный красавец леопард и у него очень даже неплохая территория посмотрите как ему огородили и и зелень и деревья и прудик это он просто великолепный а здесь это маленький леопардик что ли малыш нет это не леопард нет и леопардик я не вижу никаких названий животных как бегает смотрите у него тоже хорошая территория но у него нет дерева на которую могут забраться они же любят на деревья взбираться у какой грибы просто большой котенок красавчик итак расскажу про бакинские зоопарки первый зоопарк был основан в 1928 году и располагался в саде Луначарского ныне сад Низани в 1942 году эвакуировали ростовский зоопарк и поместили его около железнодорожного вокзала там он находился до пятьдесят восьмого года кстати в детстве я не помню зоопарк но я помню что я каталась на слоне в садике Лича и он очень был колючий серый и колючий вот это я помню хорошо я каталась была маленькая это фламинго фламинго это символ бакинского зоопарка они появились в зоопарке в конце девяностых прошлого столетия ну вот пятьдесят восьмом году зоопарк переехал на окраину Баилова на горе располагался и находился там до середины семидесятых я помню как я тоже в детстве очень любила мы с бабушкой ходили в этот зоопарк и я там собирала перышки разноцветные от птиц был большой большой круглый вольер для птиц огромный и вокруг перышки птицы летали, перышки вылетали вот в середине семидесятых годов случился оползень погибли несколько животных и зоопарк вынужден был переселиться на новую территорию такой территории явилась территория в Наримановском районе в большом саду где располагалась детская железная дорога первое сентября восемьдесят шестого года если не ошибаюсь зоопарк был открыт все приходят в зоопарк с угощением для животных кроликов видимо так уже закормили морковкой что они вон бросили морковку а этот козлик он морковку не хочет ему нравится белый батон дети смотришь как он сейчас будет? да мы знаем они кушают все что захочут эти карликовые козлы так ладно карлик козел называется? а это маленький козлик называется это карликовые козлы они уже его жили больше не раз а вот знаешь что мне скажи мне пожалуйста вот тут где-нибудь написано есть таблички как называются животные ты видела таблички? нет просто зеленые это их название я тоже не видела зеленые это их название а нам же интересно узнать а здесь их нет вот пусть тот беленький придет видишь от этого не пускает или что он делает? они кушать любят кому могут у них козлята? как ты считаешь? она тонкая они вода смотри иди сюда давай на они кушать любят сюда да все это у нас это карликовые козлыка короче дети сказали что это карликовые козлы идем дальше а вот и лед царь зверей интересно льву водоем зачем? он уже не купается просто надо чтобы он не прыгал на сетку и вон львица видите? львиная семейца ух ты там у него какой кусок это мясо лежит? ух какое мясо огромное животное в хорошем состоянии вот в этой клетке раньше был медведь наверное этот ров остался от медведя он пометил территорию видите? как кошки кошки вот так чик делают и метят и он так же сделал ой зачем я снимаю вообще не его я так увлеклась что я не туда направляю камеру вот такой лед наверняка у него есть какое-то имя видите? рык у него он общается с нами красивый посмотрите сколько вот этот ребенок как тебя зовут? Альбина Альбина а ее папа оказывается ведь кстати я сниму у Альбины папа ветеринарный врач в зоопарке он лечит животных да? да вот Альбина тоже любит животных и дом у нее есть лабрадор белый да сейчас попробуем посмотреть тигра это девушка и ее зовут Джессика Джессика вот эту тигрицу да или эту Джессику боже мой какая красивая она у нас спит Джессика спит это амурский тигр он спит ему снятся таежные просторы вот у медведя нехорошая клетка уже я расстроилась это что за клетка? ни дерево ничего льва поместили в их клетку а они остались в такой клетке ужасной не будем смотреть бедные мишки пошли дальше вот эти клетки нехорошие вот львица тоже у нее как бы не очень-то ну в общем короче что хочу сказать хочу сказать что сейчас возможно даже животным повезло потому что на территории детско-железной дороги сейчас секунду на территории детско-железной дороги начали строительные работы построен большой сад в котором я не была возможно мы сегодня попадем в него и дорога полностью демонтирована и поэтому зоопарк тоже по плану он должен переселиться в зоопарку выделена огромная территория в двести примерно сорок гектар в десяти километрах к Хабаку есть поселок Гогу и зоопарк переедет туда вот там будет огромная территория что-то он жует кусок мяса тоже увидел а этот хвостиком видите как играет злительно верно что мы пришли и на них смотрим вот там будет огромная территория животных у животных будут большие вольеры я надеюсь что там будет отличное отличное содержание животных приближенное к природным условиям будем с нетерпением ждать этого момента смотрите какой новорожденный богомол прыгнул на мою руку и надо же он уже мимикрирует хочет притвориться что он листик где он вот он маленький богомольчик только что мы бросили здесь такая густая решеточка а сверху редкая мы бросили хлеб морковку и печенье наибольшим успехом пользовался хлебушек и печенье вот такие мишки красиво правда сейчас мы этого мишку тоже угостим сейчас мы тебе кинем морковку и хлебушек так первая пойдет морковка посмотрим кушает он морковку или нет видите я специально купила зашла в овощной прекрасную свежую морковку посмотрим будет он кушать он здесь огромный кушает 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 ой молодец миша еще кусочек дать остальное козликом оставим в общем короче медвежьи клетки мне не нравятся на здоровье все кушает на здоровье а это маленький медвежачий ребенок медвежонок один а ну его посмотрите что ты так рычишь что случилось я тебе ничего кинуть не могу потому что у тебя сетка вот такая плотная чем-то он недоволен что там целый вороний базар что там случилось может потревожили гнезда я даже не знаю боже мой так ну а это волки сейчас у них линька какое-то воронье собрание вон они все расселись на доме оккупировали деревья у них какой-то сбор нитинг ну вот это Валер верблюдо верблюд отдыхает притомился такие вот олени что ли Как-то они, не знаю, называются. Хлебушек беленький. А этот, иди сюда. А этот, на. Вот тут прям как этот. На, быстренько, бери. Я неудачно бросил. Хочу вот тому дать. Ну-ка, стойте. Иди сюда, на. Он этого боится. Что только он не решит его. Вот какой олень красивый. Красавец. Красавец. Пирожки. Большие. Ласки. Вот этот вот никому не дает. Видишь, как он его отталкивает? На, на, держи. Все. Не успел-то. На. На. На, будь. Так, все, на. Все. Все. Хочешь, какие у него глазки красивые. Вот этот вот самый активный. Он съел 80% угощений. Он растолкал всех. А что такие скромные, такие красивые. А вот этот, какой красивый олень. Какие у него рога бесподобные. Сейчас я ему печеньюшку выделю. Сейчас. Ну, это аист и загон в вольер с птицами. Какая уточка хорошенькая вон ходит. Ну, прудик тоже не очень-то. Вон сидит. Кто это сидит? Водяная курочка, что ли. Не знаю, как называется. Это сиреневенькая птичка. Короче, здесь все, конечно, вольеры. Не очень, не очень. Вот такие белые коровы. Сейчас мы посмотрим, как называются. Может, какие-то индонезийские какие-нибудь буйволы. Какая красивая она. Ой, на всех даже не хватит угощений. А вон по лошадке. Вон, как они просят еду. Все что-то приносят, все кормят. Ну, как здорово. Смотри, смотри, просят. Смотри, насколько просят. Сейчас как раз у них время завтрака. Видите, у него кусочек мяса. Он его кушает. Страусы эму. Видите, Кабразов огромный салат. У него там миллион морковок, яблочков. Остальная компания спит. Ну, какие иглы. Это самый маленький. Он первый пришел и первый завтракает. Ну, как он выбирает что-то вкусненькое оттуда. Ох, какой красавчик. Ну-ка, зайдем с лица. Ох, 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 ох. Красавец, красавец. Вот, пожалуйста. Чудо природы. Ох, как он распушился. Вот. А, это он вот красуется перед беленькой девочкой. Она делает пиццу, она вот собирает зернышки. То есть, типа, он ее совершенно не интересует. А у него вот такой вот маленький венчик, как корона маленькая на голове. Смотрите, как он к ней подходит, как лапками перебирает. Смотрите. И дрожит настоящий танец. Ну, она очень скромная, чересчур. Как бы он ни разу думал ухаживаться. Смотри, какой красивый. Какой красивый. А какой пух там у него. Красавец. Смотрите, какой у него на голове. Венчик. А у нее такой же беленький. Такая вот семья. Козочек и павлинов. А воробьи там во всю Ивамскую тянут, что плохо лежит. Хорошенькие козочки. Как его, не знаю. Нехорошая редиска. Мы ему тут давали морковку. Он так лапу высунул и поцарапал кое-кого. Сейчас я дам вот сахарок вот такой вот в бумажке. Посмотрим, как он с ним справится. Смотри. Посмотри, как он его разворачивает. Конечно, бумажку не съешь. Бумажку не ешь, э? Ну, интересно, что там? Что там? Как элегант, но он расстрашивается с этой бумажкой. Здорово. А сейчас я ему дам еще финик. Что это, подождите? Я принесла разнообразные виды угощений. Вот видите, финик. Это финик очень полезный. В нем много витаминов. Сейчас мы угостим им обезьянку. Смотри, вот. Давай, вон я тебе финик бросила. Угроженцы еще сахар не проживали. Финик, финик. Все ушли, и он. Финик сел за одну секунду, и косточка вон лежит. Молодец. Финик, финик. Финик, финик. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Попугайчик красивый, зелененький Почему-то они сидят в закрытых вольерах стеклянных, не знаю Сейчас же тепло Ну вот что сказать попугай Клетки у них, конечно, очень маленькие Здесь полно места на этой территории Можно было бы нормальные клетки сделать для некоторых животных Это чиханы можно было сделать Огромный вольер для птиц Огромный А вообще, я думаю, что можно было вместо этого озера Продолжить вот этот зоопарк на его месте Оставить вот те сосны, которые вырубили И сделать тут роскошный зоопарк Чем куда-то его переводить А здесь потом тоже все вырубить И сделать еще одно озеро Еще у меня еще идея Оставили бы детскую железную дорогу Вагончики возили бы детей По территории зоопарка Это был бы лучший зоопарк, я не знаю В Европе И что? И ничего Мы дали морковку Сейчас дадим печенюшку Какая у нее шея Настоящая, хорошая шея Что-то беденюшку не нашла На, будешь финичек? Давай Финичек будешь? Молодец На, сахарок Он мне достанет Достанет, достанет Сможешь? Нет На Давай, доставай Не разрешите Она боится Да, она Она боится На Сахарок Этот муж их У него тут две жены Не разрешал взять А тут она тихонечко отошла в сторонку Села так полуоборотом Чтобы он пока он там что-то ковыряется В шкурках Она взяла сахарок Он там что-то в шкурках разбирается Такой недовольный весь А это потихонечку Оно сахарка Ага Вот так она видела Пока никогда не смотрит Да, он не видел Раз А был ли сахарок? А был ли сахарок? Мы вышли из зоопарка И сейчас поднимемся по ступенькам И пройдем Вот в этот парк Вот здесь был сосновый лес Вот там На Фабрициуса Был вход в парк Детско-железная дорога Там стоял паровоз Ездили вагончики Они ехали до Гианчлика Было здорово Ну а вот здесь был сплошной-сплошной Прекрасный лесновый лесок Не только сосновый Но и здесь было много деревьев Вот таких деревьев Дорожки Люди гуляли Спортсмены бегали Сейчас здесь вокруг понастроили Вот такие огромные высотки Так преобразился этот район Ну вот я еще раз Я не знаю Конечно Короче, что хочу сказать Если есть уже готовый лес Готовый парк Зачем его вырубать? У нас много прекрасных мест Пустующих Где можно сделать озеро Непонятно Очень жалко Вот здесь милое очень местечко Это Мальва Как интересно Ну все, мы выходим из парка На этом мы заканчиваем наше видео Надеемся, что вам понравится путешествие в гости к животным и парк До свидания До новых встреч Пока 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 Продолжение следует...